Да окажет Аллах вам благое отношение Уважаемый шейх, мы получили множество вопросов, но мы, наверное, сразу прочитаем вопросы братьев из интернета, особенно тех, кто из Ливии, Марокко и Туниса. Один из Ливии говорит, да окажет Аллах вам благое отношение. Несколько юнош и селяфитов уничтожили некоторые могилы, которым поклонялись помимо Аллаха и у которых совершали колдовство, после чего суфисты начали смуту и выступили против них. Стоит ли юношам продолжать свои действия, даже если это приведет к столкновению с суфистами? Я уже не раз говорил об этом. И множество раз я говорил об этом по телефону. И даже сегодня было больше одного звонка с вопросом о гробницах, возводимых над могилами. Мое наставление им – пусть проявляют мудрость в борьбе с этим. Если разрушение этого строения не приведет к смуте, то пусть поспешат сделать это. Если это повлечет за собой смуту и, возможно, к столкновению и кровопролитию, одно племя пойдет против другого, то не стоит этого делать. В Ливии до сих пор есть явное разделение на племена, как это было у арабов. И они фанатично привержены своему племени. Поэтому мое наставление им – пусть стараются проявлять мудрость. Также, по мере возможности, пусть постараются заручиться поддержкой государства, которое будет порицать подобное. Если у них есть возможность разрушить какие-либо строения на могилах, без смуты, то пусть поспешат. Также пусть покажут тем, кто не порицает их за это, свою благодарность. И покажут, что это правильный путь. Надеюсь, что Аллах смоет идолопоклонство с наших стран. Аминь. Окажет Аллах вам благое отношение. Наш брат Абульхарис из Ливии приветствует тебя и признается в любви. Он говорит, каково положение участия в вопросе о становлении шариата единственным источником законодательства. Следует ли нам участвовать в голосовании? Другой брат из Египта спрашивает об участии в выборах и что это противоречие секуляристам. Каково решение шариата в этом вопросе? Следует ли им принимать участие в голосовании? Мое наставление всем ливийцам. Пусть боятся Аллаха, велик он и возвышен в своей стране. Пусть знают, что нет решения более справедливого, чем решения Аллаха. Пусть знают, что те, кто хочет решения помимо решений Аллаха, хотят суда времен невежества. Та страна является мусульманской. Хвала Аллаху. Они постоянно прибегают к Аллаху. Мне понравилось, что во время войны они постоянно говорили, если пожелает Аллах, с помощью Аллаха, по милости Аллаха. Я надеюсь, что это повлияет на всех и побудит людей повиноваться Аллаху. Согласие на принятие законов, которые будут использоваться для суда над людьми и которые не взяты из шариата, является согласием на принятие законов шайтана. Моё наставление им, пусть призывают к возвеличиванию шариата и принятию его в качестве закона. Я слышал слова Мустафы Абдуль-Джалиля, советника и судью там. Там он сказал, что они в исламской стране и так далее. И я надеюсь, что Аллах даст им это. И Ливия станет одной из стран, в которых законом является шариат. Среди своих соседских стран Египта, Туниса и Алжира. И что она станет образцом. Хоть знаний в Египте и больше, ливийцы ближе к Фитре. Надеюсь, что Аллах воплотит для них это. Следует ли нам участвовать в голосовании? Пусть участвуют и укажут, что они за разрешение по шариату и ничему иному. Шариат, хвала Аллаху, совершенен. Нет проблемы, решения которой не было бы в шариате Ислама. Спрос брата из Египта об участии в выборах. Относятся ли они к шариату или нет? Голосование за того, кто возвеличивает Ислам, помогает истине и призывает к решению на основе шариата. Голосование за того, кто возвеличивает Ислам, помогает истине и призывает к решению на основе шариата. Оно необходимо. Что касается каких-то партий, то каждая из них считает, что у них есть положение, которого нет у других. Но правильным положением является то, которое соответствует тому, на чем был посланник Аллаха, салляллаху алейхи ва салям, а также его сподвижники и те из числа исламской общины, кто последовал за ними. Абу Тураб из Ливии спрашивает, наш шейх, да не спошлет тебе Аллах благословение, есть один человек, который работал в правительстве, а затем покинул страну по соображениям безопасности. Когда он вернулся, то его посадили в тюрьму в 1996 году от Рождества. В тюрьме он был убит, но о его смерти они сообщили в 2009 году. Государство начислило ему зарплату с 1998 по 2011 год в качестве компенсации. У него осталась жена, два сына и дочь. Расходуется ли это имущество, его зарплата на жену и детей, или оно считается его наследством? Раз у него осталась жена и дети, как мальчики, так и девочки, то все, что выделено на него или на его имя, разделяется его наследниками. Слово «наследство» означает, что его раздел должен производиться в соответствии с тем, как это было узаконено Аллахом. «Да окажет Аллах вам благое отношение». Специалист по кондиционерам говорит, «Мне поступил заказ на установку кондиционера в церкви. Можно ли мне выполнить его?» «Ищи себе другой заказ». Не работай над установкой кондиционера в церкви, чтобы она была пригодна для посещения. «Да окажет Аллах вам благое отношение». Один через Пал Талк из чат-комнаты «Путь праведных предшественников» спрашивает, «Если я читаю намаз со своей женой, то следует ли ей говорить «Аминь» вслух?» Если с вами никого нет, то нет греха в том, чтобы она произносила слово «Аминь» вслух. Он также спрашивает, как должен поступить тот, кто дал обет совершить поклонение, но не смог его выполнить. Также, каковы критерии допущения исключений в клятвах? Если человек дал обет на поклонение, которое не может выполнить, то это похоже на дозволенный обет. Но если он совершит искупление за нарушение клятвы, то я думаю, что этого достаточно. Какой второй вопрос? Исключение в клятвах. Если человек принес клятву и сказал «Если пожелает Аллах», имея в виду именно исключение, то это так и будет. То есть, если он поклялся, но этого не случилось, то значит Аллах пожелал, чтобы этого не случилось. И как следствие, он не должен совершать искупление. Каково положение мольбы Аллаху посредством поступка живого праведного человека, например, если он попросит у Аллаха о чем-то посредством благого отношения такого-то к своим родителям? Это невежество. Аллах Велик Он и Возвышен сказал «У Аллаха самые прекрасные имена, посему взывайте к нему посредством их». Если он хочет попросить у Аллаха посредством чего-либо, то пусть взывает посредством его имен и атрибутов. Также этот праведный человек может заблуждаться в чем-либо. Необходимо хорошо думать о человеке, но его деяния сотворены. Аллах сотворил его деяния. А человек должен обращаться в мольбах к Аллаху. Велик Он и Возвышен. Он приводит доказательства обращения Умара, да будет доволен им Аллах, посредством Аль-Аббаса, да будет доволен им Аллах. Слова «Помолись Аллаху за меня» – это не одно и то же, что мольба Аллаху посредством чьих-то деяний. Если суть в этом, то вопрос некорректен. Здесь же спрашивается о мольбе посредством деяний человека, который был благочестив со своими родителями. Что касается того, что если человек скажет кому-либо «Помолись Аллаху за нас, ожидая от этого блага», то пусть говорит. Когда Умар, да будет доволен им Аллах, вышел для чтения молитвы о прошении дождя, то он сказал «Мы просили у пророка, чтобы он помолился о дожде для нас, когда он был жив. А сейчас мы просим об этом у дяди нашего пророка, саляллаху алейхи вассалям. Встань у Аббас и попроси у Аллаха для нас». Это не то же самое, о чем говорилось в вопросе. «Да окажет Аллах вам благое отношение». Другой говорит «У нас на работе есть рафидиты. Следует ли нам приветствовать их первыми?» Нет, не приветствуй первым. Но проси Аллаха, чтобы он направил их. Другой говорит «Я один из получающих знания и посещаю уроки, в том числе и этот благословенный урок. Но когда я выхожу с урока, то чувствую, что не получил никакой пользы». Каково ваше наставление по этому поводу? Мое наставление – выучи урок перед тем, как прийти и повторяй его. «Да окажет Аллах вам благое отношение». Каково положение слов «Мой посредник Аллах»? Аллах не может быть твоим посредником. Скажи «Аллах мой заступник». Или «Аллах тот, к кому я прибегаю за помощью». Или «Он тот, на кого я полагаюсь и уповаю, велик он и возвышен». «Да окажет Аллах вам благое отношение». Завершим на напутствии от вас на тему призыва некоторых заинтересованных лиц прошлую субботу к собраниям и забастовкам. Где это было? Эр-Рияде в интернете был призыв к сбору в определенных местах для порицания несправедливости и тому подобного. Они собрались? Нет, не получилось. Но призыв был. Скажите свое напутствие. Как бы то ни было, в первую очередь я советую всем молиться Аллаху о том, чтобы он рассеял печаль скорбящих и избавил обиженных от несправедливости во всем мире мусульман. Чтобы он дал победу истине и тех, кто на истине, и унизил ложь и тех, кто на лжи. Также пусть просят Аллаха о том, чтобы он направил их правителей к тому, что он любит и чем он доволен в отношении политики со своей паствой, благому отношению к ней и избавлению ее от зла. Также пусть просят о поддержке всем, кто ведет дела мусульман, тем, что поможет ему добиться довольства Аллаха Велик Он и Возвышен. Праведность правителя является благом для всех. Поэтому имамы-предшественники, такие как имам Ахмад и другие, говорили, «Если бы я знал, что у меня есть мольба, на которую придет ответ, то я использовал бы ее за имама». так как праведность правителя является благом для всех. Если же человек праведен сам по себе, то он делает лучше самому себе. Просим Аллаха Велик Он и Возвышен, чтобы он хранил нашу страну и спас ее от смут, направил правителей к тому, чтобы они решали каждую смуту посредством шариата, чтобы они стремились улучшить общину, обезопасить ее, установили в ней справедливость, помогать каждому, кто призывает к истине и унижать каждого, кто призывает к лжи, а также, чтобы они стали помощниками для людей истины. Также я прошу его, Велик Он и Возвышен, чтобы он скорее дал жителям Сирии облегчение, чтобы он показал нам в них преуспеяние посредством поступков, которыми доволен Аллах, Велик Он и Славен, чтобы он сделал тщетными козни их врагов и унизил их. Также мы просим Аллаха, Велик Он и Возвышен, чтобы он облегчил жителям Дамаджа в Йемене в избавлении от козни хитрецов и унижении преступников-рафиддитов, чтобы он направил йеменские племена к тому, чтобы вместе помочь угнетенным, так как они в одном государстве. Ранее и даже в период невежества арабская община объединялась для помощи угнетенным против угнетателей. Пророк, салляллаху алейхи вассалям, сказал об одном из таких союзов, «Если бы меня позвали к такому в исламе, то я согласился бы». Поэтому я надеюсь, что племена Йемена, которые видят, что делают хуситы и рафидиты, проснутся и помогут угнетенным и унизят угнетателей. Что побудило хуситов пожелать стать местом, куда будут наступать чалмоносцы Тегерана и загрязнять Аравийский полуостров заблуждениями персов, язычников и шиитов? Просим Аллаха, Велик Он и Возвышен, чтобы Он сделал тщетными их козни и чтобы Он сделал тщетными козни всех, кто хочет исламской общине зла. Поистине Он отвечающий на мольбы. И последнее наше заявление – хвала Аллаху, Господу миров, да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, а также его род из подвижников, и да приветствует их всех множественно. Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Открыт прием новых студентов в Исламские университеты Священной Мекки и Медины на факультеты Корана, Хадиса, Основ религии, Правоведения, а также светские факультеты Программирования, Инженерии и Медицины. Каждому студенту выдается жилье и стипендия на все время учебы. На летние каникулы, бесплатные авиабилеты, в свою страну и обратно. Для подробной информации и для поступления обращайтесь по нашему номеру ватсап плюс 966-591-421-235. Наш официальный аккаунт в инстаграм исламик-юниверсити Мадина. Желаем вам скорейшего поступления!